Здравствуйте. Я встретилась с Сергеем Валентиновичем Кольцовым, директором по науке компании Планета Регионов, для того, чтобы задать вопросы по новому волшебному корректору «Изумрудная скрижаль». Сергей Валентинович, я даю вам этот корректор в руки. Скажите, пожалуйста, как вообще пришла идея именно данного корректора? Ну, все хорошо знают, что я в этом году прописываю энергию ведических богов, и график дней мне современные волхвы дали. Там, кстати, эта зеркальная дата отсутствовала. То есть, это ни к каким ведическим делам это не относится. То есть, давайте уточним, какая дата прописана на корректоре, и что именно? Зеркальная. 0,2, 0,2, 20, 20. С любой стороны читаете, и все одинаково. Оказалось, что энергии из космоса шли действительно аномальные. И они шли по тому же принципу, как вот в дни, когда я прописываю другие темы. Когда я начал тиражировать, у меня была немая сцена. Время на создание твердой копии с образца воды заняло ровно шесть суток. Ровно шесть суток, 144 часа. По-моему, это абсолютный рекорд. На сегодняшний день это абсолютный рекорд. И так здравый смысл подсказывает, что длиннее-то, наверное, и быть не может. Потому что по библейским понятиям, боженька мир создавал тоже шесть дней. На седьмой день отдыхать пошел. Ну, я не зарекаюсь, потому что сколько раз зарекались, и все время находятся длиннее. То есть каждый раз природа подкидывает сюрпризы, и корректоры все больше и больше. Но корректор, в отличие от этой энергии зеркальной даты, она несколько отличается от энергии, которая вот в дни ведических богов. Мы пытались давать, собрал несколько корректоров, давали различным видящим. Очень странные вещи говорят, что этот корректор, на самом деле, сразу не открывается. Потому что, ну, вы представьте себе, тема, которая занимает шесть суток. Это очень много чего туда можно напихать. Получается, твердая копия записывается шесть суток, а время структуризации ранее налитой воды составляет 12 часов. Это если отдельно отобрана в емкости, и вода не находится в потоке. В потоке, опять же, проверял мгновенно. То есть корректора развивают мощность, достаточную для того, чтобы в реальном масштабе времени структурировать воду в потоке. Что приятно. Ну, это удобно. Кто-то может поставить на ночь графин с водой, а кто-то может пойти, допустим, налить стакан воды или принять ванну. Или принять душ. Или ванну наливать, на кран повесили, и все будет уже сразу хорошо. Но 12 часов, мне кажется, это действительно... Ну... У нас, по-моему, максимально было 8 часов. Корректоры. Ну, вот еще не тиражировали некоторые по теме из этой серии. Там 3 или 4 темы, которые занимают четверо суток и больше. Давайте вернемся к теме о том, что сказали видящие. Какая у вас есть информация о том, насколько этот корректор специфичен, особенен и отличается от всех. Ну, во-первых, он на каждом человеке открывается по-своему. Видящие интересную вещь сказали, что этот корректор медленно начинает доставать индивидуальные родовые проблемы, про которые человек, может быть, даже и не знал. Поэтому здесь проявление может быть у каждого человека свое. Корректор работает со всеми чакрами. Но несколько человек заметили, что наиболее интенсивно срабатывает на 3, 6 и 7. Казалось бы, материальный уровень. Они говорят, ну, вот с 3 он достает обломки каких-то программ, не все родовые программы, но какой-то объем родовых программ достает и расформировывает уже хорошо. С другой стороны, эти же видящие сказали, мы такой хотим. Я говорю, зачем? Ну, он же такой специфический. Хотим. Я думаю, что потребуется некоторое время, чтобы с ним поработать, потому что темы настолько непростые, и тут всякое может быть. Понятно только то, что он из разряда нормальных корректоров и не надо бояться, что там что-то поплохеет. Принцип «не навреди» здесь реализуется так же, как и везде. В полной мере. Да. Поскольку, опять же, говорят о том, что корректор, работа с этим корректором начинается с медленного включения, то есть корректор, скажем так, индивидуально настраивается на каждого пользователя. То есть нужно определенный период времени, чтобы он отработал. Суть по всему, это так. Причем у каждого реакция своя специфическая. У одних он быстрее открывается, у других медленнее. Ну, это не важно. Мы же никуда не торопимся. Изумрудная скрижаль. Очень такое интересное, необычное, сакральное название, исходя в принципе, без понятия, что такое скрижаль. Как пришло название к данному корректору? Ну, это одна из видящих. Вечером работала с этим корректором, а на следующий день ее вдруг пробило. Здесь в явном виде реализуется принцип, что слева, то и справа, что вверху, то и внизу. А что внизу отражается, наверху. Да, вот этот корректор, это все начинает по этому принципу вытаскивать. То есть, видимо, происходит трансформация сознания и, соответственно, подчистка в определенных местах. Ну, ради бога, это не больно. Эволюция души, наверное, одна из важных задач, которую не все осознают, но тем не менее, в течение физической жизни человека. Вот корректоры, да, они помогают повысить вибрационный уровень пользователя и тем самым способствуют эволюции души человека. Вот данный корректор, если характеризовать его кратко и емко, что бы вы о нем сказали? Какие-то вот яркие основные эпитеты? Я думаю, он больше будет работать не на оздоровление, а на очищение, что тоже надо делать. Ну, а там посмотрим. Да, безусловно, исследования продолжатся и будут проходить. Нужно ли при работе с этим корректором энергию благодарения применять? Нет. Нет. То есть включать энергии благодарения не надо? Не надо. Вот эта вот вся серия, поведическая, и в том числе эта энергия, она не требует этого. Это подключение к каким-то космическим потокам, очень глубинным. Это корректор обеспечивает на автомате. Можем ли вы сказать, что такого корректора у нас еще не было, и под вопросом будет ли, в плане долгоиграющей записи и высокочастотного излучения? Ну, время покажет, но тиражировать это очень долго. То есть здесь я ничего сделать не могу, ускорить процесс не могу. Хотя время, которое космос потратил на структуризацию, были секунды. Расскажите, как сам процесс, как у вас получилось отобрать пробу воды в эту дату, как у вас проходил этап измерения, когда вы поняли, когда активность. Это очень интересно. Я думаю, что всем слушателям будет это очень актуально. Ну, я же каждый год прописываю поляризацию крещенской воды. Там, по сути, происходит абсолютно то же самое явление. Только там этих динамических переходов за ночь бывает полтора десятка. И можно, конечно, сидеть, чтобы там из крана вода текла и регистрировать, как там динамика меняется. А при определенном навыке ничего этого не надо. Это все эти потоки с соответствующей динамикой присутствуют в окружающем пространстве. Берете в руки маятник и просто смотрите. Вот как только начинается двухсекундный интервал, я встаю и пошел наливать воду. А пока это все медленнее. Ну, а зачем суетиться? Как все просто, когда высший пилотаж. Когда есть навык, умение, понимание самого процесса. Наверное, все это просто. Для меня это, скажем так, китайская грамота. А Сергею Валентиновичу все очень просто. Просто и быстро. Ну, да. Я же много раз говорил, что если бы мне кто-нибудь сказал лет 20 назад, что я в руки возьму маятник, я бы в глаза рассмеялся. А когда я понял, что живое быстрее померить живым, то как-то изменил свою точку зрения. Замечательно. Я хочу обратить ваше внимание на дизайн самого корректора. При разработке имиджевого концепта вставки принимали участие как раз видящие, которые пришло это название «Изумрудная скрижаль». Я до сих пор, когда произношу «Изумрудная скрижаль», мне прямо так хорошо становится. Очень необычное название. Вам оно нравится? Ну, пусть будет. Ну, пусть будет, да, конечно. Но нравится ли вам оно? Я в суть названия еще не вникал. Но поинтересуюсь. Да, кстати, у нас, когда вы получите данный корректор, вы обратите внимание, что фоном идут обозначения. И данные как раз с «Изумрудной скрижали». Зеленый фон, обратите внимание, корпуса сделан специально для данного корректора. Вообще корректор уникальнейший. Я бы назвала его феноменальным. Вы согласны? Да, они все феноменальны. Но этот выпадает из общего ряда. То есть он суперфеноменальный. Да, его очень тяжело тиражировать. Время очень много надо. Понятно. Когда вы сделали копию и впервые взяли в руки этот корректор, какая первая мысль вам пришла? А что это он меня разогревает? Ну, он действительно физически разогревал на уровне третьей чакры. Так, а что это значит? Как будто чайку попил или куда-то посадили. Или грелку положили. То есть он настолько включает... Ну да, то есть физически. Это очень многие, кто брал его в руки, ощущали, что такое. Ой, замечательно. Я думаю, что у наших слушателей, зрителей, у активных пользователей корректоров национального состояния после новогодних праздников будет прекрасная возможность взять корректор в руки и поддержать. А я напоминаю, что с 28 декабря по 18 января 2021 года компания Планета Регионов проводит акцию, в которой принимает участие вот этот феноменальный корректор Изумрудные скрижали. Корректор принадлежит элитной серии. И обращаю ваше внимание, что корректор выпускается только в этот период акции. И дальше в компании представлен не будет, потому что это условие акции на элитной серии КФС. Пожалуйста, успейте приобрести, потому что корректор настолько необычный и интересный, настолько он выбивается из общего ряда под названием КФС. Сергей Валентинович, у меня сразу возник вопрос. С этим корректором могут работать все или сначала необходимо поработать с другими менее высокочастотными корректорами, чтобы подойти к работе? Я думаю, все. Он будет просто со временем открываться по-другому. То есть, видимо, скорость включения будет разная? Да. По мере осознания человека, с чем он работает, он тоже будет менять действия. Получается, изумрудная скрижаль на сегодняшний момент самый долгоиграющий и высокочастотный корректор. Да. Время структуризации ранее налитой воды порядка 12 часов. В потоке вода структурируется мгновенно. Да. Корректор достаточно медленно включается и работает индивидуально с каждым пользователем, но при этом не является, скажем так, только личного пользования. Да, корректоры могут пользоваться... На разных людях просто по-разному будет включаться. По-разному включается. А вот скажите, пожалуйста, для того, чтобы поработать с этим корректором, нужно одному человеку какой-то период времени, или он, допустим, поработал, отложил, а в это же время могут пользоваться другие члены семьи? Могут. Можно, да? Могут, конечно. Могут включаться. Сергей Валентинович, если мы говорим о зеркальной дате, 0202-2020, чем еще она была интересна и выбивалась вот из ряда тем, которые были прописаны в 2020 году? Да больше ничем. Просто интересная дата. То, что если задуматься, следующая будет 030-03-30-30. Это очень не скоро. Сергей Валентинович, ну что значит не скоро? Всего-то 10 лет. Уже почти 9. Тысячу. А, 30-е? Ну я думаю, что обязательно другие. Мы встретимся 030-03-30-30-го. Скажите, пожалуйста, вот корректор «Изумрудная скрижаль». Это изумрудный венец коллекции корректоров, который есть сейчас. Вы считаете, что он необходим каждому человеку? Ну, может быть, не обязательно, но я ведь тоже периодически к нему возвращаюсь. Вот я поигрался вроде два дня и как-то в сторонку убрал. Потом проходит какое-то время. Опять тянет. Почему тянет, не знаю. Ну, я считаю, что этот корректор яркий представитель в ряду всей линейки корректоров, потому что у нас немного корректоров, которые трогают родовые проблемы. Этот я в явном виде некоторые родовые проблемы подчищает. Мы об этом не задумываемся, но это все существует. Поэтому иметь такое под руками, ну, в общем, неплохо. Я хочу поблагодарить Сергея Валентиновича за то, что он в предновогодней суете нашел время для того, чтобы рассказать вам самую важную, самую краткую информацию о новом корректоре «Изумрудные скрижали». У нас есть подробное описание данного корректора на сайте планетарегионов.рф. Смотрите посты в социальных сетях. У нас есть по корректорам функционального состояния чат в Телеграм. Вы бегущей строкой увидите, присоединяйтесь. Сергей Валентинович, огромное вам спасибо и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok